Идите и научите все народы, и в то же время не мечите бисер перед свиньями. Вот где эта грань? Вот и здесь, наверное, хотелось научить, а получилось, может быть, метать бисер. Ну, опять, ведь сказано, входите в дом, про который говорят, что он достоин. Если вас принимают, то да, а если нет, оттрясите прах с вашей обуви. Это только можно практически. То есть испытать, насколько люди способны... Да, но это испытание, оно может быть даже такое, ну, умозрительное. Посмотреть на выражение лица, на реакцию. Как-то... Можно что-то предположить. Ну, можно сделать какой-то небольшой шаг в эту сторону. И посмотреть, как человек реагирует. Это такое искусство. Ловить человеков. А спор? Спор, конечно, он бессмысленный. Не знаю. У меня нет такого опыта, когда один человек в споре побеждал другого. Я никогда это не наблюдал. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что в споре может родиться истина, я... Может быть, теоретически это возможно, но я за свою короткую жизнь этого ни разу не видел. Врач, ну, на церковных соборах, особенно в древности, нередко велись такие жаркие богословские споры, и потом собор принимал очень такие весомые решения. Это несколько другое. Там существует, ну, собор, несколько сотен заинтересованных людей. И они выслушивают различные мнения. И то мнение, которое соответствует их представлению, они за него голосуют. Это немножко другое, чем спор. То есть, по форме, когда один выступает, другой, ну, как у нас теперь говорят, не переходя на личности, то это может быть напоминать какой-то спор. Но сам принцип это другой. Это не спор. То есть, это поиск, скорее. Это, да. Скорее, поиск. На соборах ведь ищут формулировку. Потому что люди собираются, которые имеют представление об истине. Но довольно бывает трудно сформулировать. И когда кто-то уклоняется, все видят, что он уклонился. И хотят найти, как это ему объяснить. И не ему, а всем тем, кто, ну, как-то увлечен вот этим уклоном.